Почему-то не смотрится, но всё, всё в порядке. Ну что, тема очень непростая и тема очень важная. На самом деле, если мы с вами будем говорить о технологиях воспитания именно в свете ВОЗ, то мы должны отметить главное, ведь это на самом деле результат образования. Если, а я надеюсь, что так оно и есть, все мы с вами хорошо знаем федеральные и государственные образовательные стандарты, работаем по ним и знаем, что результаты сформулированы тремя группами. Это прежде всего предметные результаты, метапредметные результаты и личностные результаты. Так вот, педагогические технологии воспитательные работают именно на формирование личностных результатов. Поэтому это напрямую связано с результатами образования и напрямую связана наша тема с федеральными государственными образовательными стандартами. Если мы обратимся к стандартам, то я прям здесь себе сразу с этого начну, да, выпишем, что главное для человека, который организует воспитательную работу, ну как бы он ни назывался сейчас, но по-разному могут называться эти специалисты, это принцип ориентации на идеал, это аксиологический принцип, ориентирующий на формирование учащихся системы национальных ценностей, это принцип следования нравственному примеру, принцип идентификации, предполагающий устойчивое отождествление ребенком себя со значимым для него людьми, принцип полисубъектности воспитания и социализации, принцип диалогического общения, принцип совместного с воспитанником решения личностно и общественно значимых проблем, принцип системно-деятельностной организации воспитания. Я прочитала это очень быстро для того, чтобы в итоге мы с вами увидели, что все, о чем мы говорим сегодня, хотя я буду говорить в других, другими словами, но все это раскрывает именно эту тему и соответствует современным требованиям тем, которые определены в федеральных государственных образовательных стандартах. Но говорить я буду все-таки сегодня о практике, о том, а как все это делать, да, прекрасные принципы, все замечательно, как их реализовывать. Содержание нашего семинара представлено на этом слайде, и мы рассмотрим сегодня с вами следующие вопросы. Несмотря на то, что я сказала, что да, будем говорить о практике, потому что учителю важно все-таки практикоориентированный материал, но любая практика базируется на теории. Поэтому, конечно, мы рассмотрим с вами современные концепции воспитания. Следующий раздел – это коммуникативная компетентность педагога. Почему? Почему вдруг он здесь появляется? Да потому что мы с вами увидим, что для того, чтобы реализовывать эти идеи, или даже вот эти принципы, что одними из важнейших умений педагога – это как раз являются коммуникативные. Потому что все говорят, мы же делаем то же самое, и вот здесь разница, а как мы это делаем. И вот эта разница как раз в коммуникативных умениях, и мы немножечко поговорим о них. Главная, ключевая фраза, когда мы касаемся темы воспитания – это все в семье. Да, разумеется, мы не можем ни в коем случае никуда отбросить, никуда деть, пренебречь институтом семейного воспитания. Конечно, дети даже в первый класс к нам уже приходят определенными сложившимися качествами. И складывается это действительно в социуме. Но социумом для ребенка является ближайшее окружение, которое представляет его семью. Но в каких же отношениях должна быть школа с семьей? Ну, мы знаем прекрасно, что, разумеется, школа работает с родителем. Как же работать с родителем, с современным родителем? Что, какова роль школы здесь? Мы рассмотрим с вами тоже вот в третьем пункте нашего содержания. Поговорим о интересных способах оптимизации детско-родительских отношений, возможных условиях образовательной организации. Рассмотрим интерактивные формы работы с родителями, которые… нет звука. Ирина, наверное, это у вас нет звука, может, вам надо перезайти. У остальных, я надеюсь, есть звук? Да? Ну, слава Богу, спасибо. Извините, что я так отреагировала, но я смотрю, что происходит в чате. Вот. Так, обязательно рассмотрим интерактивные формы. И, конечно, затронем важнейшую тему, тему преемственности воспитания и развития личности ребенка, дошкольного образования и начальной школы. Потому что именно сейчас мы начинаем работать с дошкольниками, именно школа, я говорю, да, о тех разных формах работы, которые современные школы используют, и программы подготовки в школе. Это хорошо, когда именно школа занимается. Но как же надо организовать этот процесс подготовки идей к обучению в школе? Для того, чтобы они тоже пришли к нам через год интересными, любознательными и желающими учиться. Вот такая у нас на сегодня программа. Как видите, довольно большая и серьезная, поэтому начнем ее реализовать. Итак, наша первая тема, первый подраздел – это современные подходы и концепции воспитания. И здесь, на первом на этом слайде, вы можете увидеть две цитаты. Две цитаты двух известных, не просто известных, а людей, вложивших огромный вклад в развитие отечественной науки, психологии и педагогики, посвященные как раз-таки эти цитаты и взглядам на воспитание. Лев Семенович Выгодский, автор первой цитаты. «Врастание ребенка в культуру является развитием в полном смысле слова». Зинченко Владимир Петрович, автор следующей цитаты. «Культура как-то предоставляет человеку инструментарий, соответствующие материальное оснащение и духовное оборудование для его поведения и деятельности». Мы с вами видим, что везде ключевым словом является культура. «Культура» – это неспроста, потому что действительно… Смотрите, какое хорошее, как говорит Выгодский, я хотела сказать слово «освоение», да вот не «освоение», а именно «врастание ребенка в культуре». Вот что делает человека человеком. Поэтому я представлю Вам концепцию Щурковой Надежды Икоровны, которая полностью соответствует вот этим позициям, для которой тоже культура является ключевым словом. Наверное, многие из Вас знакомы с этим удивительным человеком. Надежда Игорна Щеркова, доктор педагогических наук, написавшая огромное количество самой интереснейшей литературы, от учебников до просто книг для учителей, программ по воспитанию, которые всю жизнь занимаются воспитанием. И до сих пор работает с педагогами, я говорю до сих пор, потому что ей уже очень много лет, но Надежда Игорна продолжает работать, продолжает учить педагогов каким-то самым простым вещам. Действительно, как? Вот как реализовывать те какие-то воспитания, очень много, когда мы говорим, вернее, воспитания, очень много такого, на первую очередь, пафосного. Когда я работаю не с учителями, а со студентами, то они говорят, ой, да это всё какие-то химеры, как это всё сделать там, гуманизм ваш, как это всё, это всё нереально. Вот Надежда Игорна не просто пишет, а показывает, как это реально делать, как в таких конкретных вещах, какой конкретной деятельности педагога это выражается и как он может этого добиться. Поэтому её концепция, разработанная, конечно, не вчера и не позавчера, но она очень актуальна. И плюс Надежда Игорна работает над ней и действительно рассматривает все эти времени. Одна из, не могу сказать, последних, уже много, там года, наверное, два прошло, с момента выпуска этой книги, она называется «Воспитание 21 век». То есть это действительно то, что необходимо сейчас. И это очень-очень созвучно тем требованиям федерального стандарта, с которыми мы его, в общем-то, выполняем. Поэтому я представлю вам её концепцию. И тоже начну опять же со слов Выгодского, что образование можно понимать таким образом. Обучение ведёт за собой развитие, воспитание обрамляет развитие. Но и именно то, что мы уже говорили, что именно врастание в культуру является развитие в полном смысле слова. Ещё раз повторю, потому что это также стало базой для концепции Надежды Егоровны. Вот такое определение воспитания даёт этот, в общем-то, уникальный человек. Уникальный, потому что вот действительно всю-всю свою жизнь она отдала, положила, уже не знаю, какое здесь будет удобно использовать слово, вот делу воспитания. Не просто идеям, а делу, если воспитание. Воспитание именно в школе, в образовательных организациях. Вот такое она даёт определение, что воспитание это целенаправленное, организованное профессионалом-педагогом, восхождение ребёнка в культуре современного общества. Это развитие способности жить в нём, в современном обществе, и сознательно строить свою жизнь достойную человеку. Не знаю, сталкивались ли Вы с этим определением, но уверена, что Вы прочитали очень много других определений в учебниках, в интернете, в словарях, где нет таких слов. Восхождение, культуре, жизнь достойная человека. Но я опираюсь в своей деятельности, в своей работе. Я тоже проработала очень много лет в различных образовательных организациях, и сейчас продолжаю этим заниматься. И даже работая в УЗИ, занимаюсь со студентами, ну не могу сказать, что воспитательной работой, но развитием их личности. И, например, один из моих последних проектов, он был связан с самоизоляцией, с поддержкой студентов. Казалось бы, да, это уже взрослые люди, но исследования мои показали, что и студенты испытывают техногенный стресс. И вот мы разработали программу по поддержке, психологической поддержке студентов во время самоизоляции. Поэтому это тоже относится к работе с личностью. И я также постоянно занимаюсь этим святым делом, делом воспитания. Потому что в нашем образовании приоритет всегда был. И я надеюсь, что останется именно воспитанием. Поэтому это определение для меня очень конкретное. То есть видите, какое слово. Ведь не освоение, как я уже сказала, там, в Лугодске или в Растане. А Щуркова использует понятие восхождение ребёнка в культуре. Восхождение. И, пожалуйста, для чего? А вот чтобы сознательно строить жизнь достойную человека. Давайте посмотрим, как, на чём оно основано, как это всё реализуется. Основные позиции. Вот, пожалуйста, у нас. Воспитатель используется здесь слово как характеристика именно воспитывающей функции. Конечно, речь не идёт о воспитателе дошкольной образовательной организации. Мы говорим об учителе, который не только учит, но и воспитывает. Поэтому мы тоже говорим именно о нём как учитель-воспитатель. И вот что здесь самое главное? Да, вот, по идее, вот это воздействует, должно быть зачёркнуто, наверное, не выскочила ещё моя зачёркнуто, а именно не воздействует, а формирует, формирует учитель, формирует ученика. Что формирует? Образ жизни. Каким способом? А создаёт условия для восхождения ребёнка в культуру. Пойдём дальше ещё конкретнее. Каким способом он создаёт эти условия? Очень простые. Он сам является предъявителем культуры. Он сам носитель всего лучшего. И это соответствует первому и главному правилу, что учитель-пример. Если учитель не пример, то он не может ничего носить, не быть носителем и предъявителем культуры. Поэтому как воспитатель? Увы, но мы предъявляем к учителю высочайшие требования. Он предъявляет эту культуру. Через что? Самое главное, это, конечно, принцип субъектности. Принцип субъектности, который характерен для системно-деятельностного подхода, когда ребёнок рассматривается не как некий объект, с которым мы можем делать всё, что угодно, взяли в руку, крутим, а именно как субъект. Если бы мы с вами были не в вебинарных условиях, а в условиях возможности взаимодействия, и я надеюсь, что когда-то, обязательно так и будет, мы будем с вами постигать свой профессионализм, не только в форме вебинаров, хотя это удобно. Но я вам сейчас покажу, как бы было здорово, если бы мы общались очно. Если бы это было так, я бы вам предложила сделать такое упражнение. Разбиться на пары и выбрать роль взрослого и ребёнка. Подчёркиваю, не обязательно здесь быть учителем, а взрослого и ребёнка. Роль взрослого как-то, вернее, даже неправильно сказала, не взрослого и ребёнка, а просто два человека, можно сказать, А и Б, или первый и второй, не распределяя пароли. А, задача А, как-то воздействовать на Б, а задача Б, подчиняться этому воздействию. Например, покажу сама на себе. То есть первый, и мне не надо прикоснуться ко второму, ну, в любой части тела. Сейчас вот встану, чтобы вам было как-то где-то удобно видеть. Вот, например. Вот я изображаю моя рука, это рука первого, который должен как-то воздействовать. Она прикрепляется, вот я положила её на спину, могу здесь где-то положить, чтобы могла видеть. И я начинаю, я здесь и первый, это первый, а моя большая часть это второй, я начинаю как-то управлять, да, например, вот показывать в эту сторону, куда давлю, то есть вы этого не видите, но я ощущаю туда, может быть так сильно, что куда-то пойдёт мой однопарник, ну и прочее. Вот только рукой, могу двумя руками, двумя, как-то оказывать воздействие. И задача вот меня как второго, слушаться, подчиняться и стараться делать именно так, как я чувствую. То есть это всё делается без слов. И потом я всегда спрашиваю всех участников, ну как вы считаете, где здесь учитель, а где ученик? Поэтому я вот неправильно сказала, что ребёнок взрослый, да? Где учитель и ученик? И, увы, находятся люди, которые говорят, ну как, учитель это вот тот, кто управляет, он же ведёт ученика. А парадокс-то в том, что в этом упражнении нет ни учителя, ни ученика. Потому что номер два превращается в объект, им управляют, на него воздействуют, он сам ничего не может ответить, он не в контакте, он только подчиняется. И у него такая функция, ему такую задачу ставят, ты подчиняешься. И очень грустно становится, конечно, что встречаются у нас ещё такие воспитатели, которые считают, что главная задача воспитателя это действительно воздействовать, и от того, как мы воздействуем, будет результат. Но при такой ситуации у нас нет субъект-субъектных отношений, потому что субъект тоже имеет право на ответ. Конечно, потом мы делаем упражнения на телесном уровне, но с ответной реакцией. Но вот самое главное, что, конечно, это взаимодействие, это диалог. На уровне тела тоже может быть диалог. Я что-то там сделаю давление, а в ответ я получаю другое, понимаю, ага, что-то это такое, что-то это значит. То есть можно и без слов разговаривать, и общаться. Ну, это я вам такую модель, модель показываю, про субъектный принцип, что основа системно-деятельностного подхода это, конечно, субъект-субъектное отношение, когда каждый друг друга воспринимает как субъект, имеющий право абсолютно на свое индивидуальное, свое восприятие мира, свои ответные реакции и на все-все-все, все что угодно. Независимо от того, он маленький, он большой, он учитель, он учениц. В основе концепции Надежды Горной лежит идея триединства. Единство разумного, духовного и творческого. Не надо пугаться слова «духовного», оно не носит никакой религиозный характер. Вообще Надежда Горная, она атеистка и не разделяет никаких соединений религии и школы. Но независимо от ее личных убеждений, здесь термин «духовность» используется в светском, в светском понятии духовность как способность быть нравственным. А на самом деле Владимир Петрович Зинченко дал вот такое первое определение в словаре, духовности в словаре как светскому, как психологическому определению, что это именно качество, проявляющееся в сложный момент жизни, когда человек поступает в соответствии с высшими общечеловеческими ценностями. Вот так же, в общем-то, и трактуют это понятие. Надежда Егоровна когда говорит о способности быть нравственным, да, homo moralis. Разумный, ну и понятно, и очень важный тут путь, видите, этот креативность, творческий человек. И могу вам сказать, что вот тот проект, о котором я начала вам так случайно рассказывать, о проекте со студентами, по поддержке самоизоляции, основывался на активном их включении в творческую деятельность. И если останется у нас с вами, а я не смогу вам, к сожалению, показать, техника не позволяет, да. Ну, на самом деле, мы затеяли такие проекты, когда включали их в творчество. Добровольные абсолютно, но у нас было очень много участников, потому что это действительно давало серьезную поддержку. Поэтому вот этот вот креативус, конечно, не просто появился в этой концепции. Давайте посмотрим внимательно и на цель воспитания, что, как она определена. Цель воспитания должна носить общий характер, но, смотрите, допускающий бесконечность индивидуальных многообразий, так, чтобы развитая личность сохранялась во всей ее неповторимости и своеобразие в широком коридоре культуры. Но так, чтобы индивидуальное своеобразие не сводилось к варварству пещерно-органического человека. То есть, видите, как аккуратно здесь показано сочетание вот этого личностного либо индивидуального и коллективного, когда действительно есть баланс, когда мы учитываем индивидуальное многообразие, но индивидуальность не становится во главе и не садится на голову. Так вот, не побоялась бы этого я сравнения использовать это понятие, да, потому что, увы, но иногда этот баланс нарушается, индивидуальность начинает править именно исходя из своих индивидуальных особенностей, исходя из вот этого соотношения. Поэтому здесь Надежда Егор нам прописывает вот уникальное соотношение, когда и то, и другое очень важно. В концепции выделены главные принципы. Принцип ориентации на социально-ценностное отношение. И что здесь очень главное, что, смотрите, отношение, вот это ключевое понятие отношения, формирование отношения. Потому что за каждым событием, за любым действием стоит отношение. Однажды мне мой сын спросил, будучи тогда в таком активном подростковом возрасте и соответствуя всем, так сказать, проблемным зонам этого возраста, нарушая очень часто какие-то договоренности, какие-то семейные правила, но он спросил, ну я что, плохой сын? Я говорю, я не знаю. Мне трудно сейчас это сказать, потому что человека судят по его поступкам, потому что поступок — это отношение. Если ты что-то нарушаешь по отношению ко мне, как к матери, то за этим стоит твоё отношение ко мне. Я не могу разделить, да, наше. Действия — это всегда наши отношения. Если мы хотим выразить своё отношение, мы совершаем соответствующие поступки. Точно так же любой поступок, который мы совершаем, рассказывает о нашем отношении к тому или иному человеку или к тому или иному обществу, к идее. Это наши поступки. Принцип субъектности. Ну здесь мы уже с вами немножечко об этом поговорили, не будем касаться, это всё про то же, это главное, да, субъектность. И принцип, великолепный, уникальный принцип, который очень легко сказать, но очень трудно сделать, принцип принятия ребёнка как данности, за которым стоит очень простая вещь. Право уважения. Каждый ребёнок имеет право на уважение, каждый ученик имеет право на уважение. Даже тот, который совершает какие-то негативные поступки. Но он ребёнок, и мы его уважаем, даже если он нарушает правила, о которых он знает, кому сто раз говорили, мама с папой говорили, а он нарушает. Но даже в этой ситуации мы его, он заслуживает уважения. Почему? Попробуйте написать об этом в чате. Я пока буду дальше рассказать, а вы попробуйте ответить. Почему даже ребёнка, нарушающего все различные введённые правила, мы сто раз говорили, работали с этим, он нарушает, но мы его уважаем. Попробуйте кратко в одной фразе это написать. Если вы с этим согласны. А можно сказать, нет, не согласны. Ребёнок, не каждый ребёнок заслуживает уважения. Подхода в воспитании очень много. Так, да, ну посмотрите, это здорово, что он личность, но вот эта личность совершает плохие поступки, например. А мы говорим, ну всё равно уважаем. Любовь, то есть принятие личности, своеобразная личность, понятно, которая нарушает. Ага. Целеустремлённость, то есть даже видите, Олеся видит в этом определённую целеустремлённость, то есть что-то он целенаправленно делает, даже если он нарушает. Индивидуальность, ага, человеческий фактор. Но вот я абсолютно согласна и свою деятельность строю на этом принципе, что ребёнок заслуживает уважения априори, что он ребёнок, что бы он ни натворил. Но, смотрите, а вот взрослые, не каждый заслуживает уважения. И вот если взрослые совершают какие-то просчёты, ошибки, то я не буду, не каждого человека я прощу и буду уважать. Он же тоже личность, а взрослый тоже личность, тоже индивидуальность, тоже человеческий фактор. В чём здесь разница? Ну, это моя позиция. О, сосуд, который всё впитывает. Анна, видимо, у вас, вы считаете, что ребёнок – это объект, если он впитывает. Ой, Оксана, браво, браво. Оксана ответила, замечательную фразу написала. Ребёнок учится и так развивается. Совершенно верно. Ребёнок именно так учится, осваивает через ошибки. Кто-то быстро осваивает, и ему достаточно пару раз ошибиться, а кто-то очень много делает ошибок. Вот это зависит ещё от атмосферы вокруг него. Ребёнок действительно имеет право на всё, потому что он пробует, он пробует, он попробовал, вот так сделал. И в зависимости от той реакции, которую он получил, он дальше пробует. Я работала, расскажу вам такой свой маленький пример на эту тему, работала в кадетском корпусе, очень интересном, музыкальном, таком элитном заведении, в кадетском корпусе, и сложилась такая ситуация. На 8 марта родители мне передали конфеты, меня не было в этот день. Их спрятали в шкаф, а шкаф находился в комнате, где в выходной день мальчишки отдыхали, смотрели телевизор, и вот когда я пришла в понедельник, мне говорят, ой, тут же вам родители передали презент, конфеты, и раз в шкафах конфет нет. И целая началась процедура, куда они делись, кто их взял. Понятно, что мы их тут же нашли, кто и куда они делись взял. И разумеется, понятно, что мальчишки в таких вот условиях, я говорю, господи, да они за эту конфету там все, все продадут, да. И мне они не нужны, и мне не жалко было. Но и когда я пришла домой и стала рассказывать, говорю, боже, мы сегодня целый день выясняли, кто эти конфеты, этот бедный ребенок извинялся, и в общем, и мне дочь сказала, мама, неужели тебе нужны были эти конфеты, ну зачем ты это все устроила? Я говорю, нет, я не устроила, просто нельзя было не отреагировать, нельзя было. Мне это было все неприятно и не нужно, как человеку, но как педагогу я понимала, что если мы сейчас не найдем, не разберемся с этими конфетами, значит завтра у нас произойдет аналогичный случай. Это ребенок увидел, открыл шкаб случайно, увидел эти конфеты, соблазнился, ему очень здорово захотелось, и я его прекрасно понимаю, знаю, как эти бедные мальчишки хотели какую-нибудь конфетку всегда растут, как растущие организмы. Но оставить это, это значит не отреагировать. Поэтому, да, он попробовал, он взял, но что он получил? Он получил жестокое осуждение, объяснение. То, что он так не сделает больше, может опять сделать, потому что соблазн велик, но опять как отреагирует. Поэтому, да, ребенок развивается, и ребенок действительно пробует, пробует и пробует разные формы поведения, разные. Даже то, что не принято, но он не может как-то. Поэтому, именно поэтому, мы уважаем вот этот огромный потенциал развития в каждом ребенке. Мы уважаем то, что он может стать, как писал Ломоносов, будущим Платоном, будущим. То будущее, на что он способен, может он не станет, может быть он станет, просто порядочным человеком, это здорово. И вот это мы уважаем ребенки. Я не говорю вам, что так надо. Я делюсь с вами своими позициями, своими принципами, те, на которых я действительно всю жизнь, а она у меня уже достаточно приличное в образовании, проработала, и за счет чего выстраивала все взаимоотношения с ребенком. А ко взрослому уже другие отношения, уже другие принципы, потому что взрослый, уже сформировавшийся человек, и он уже по-другому отвечает за свои поступки. Спасибо, я рада, что у меня есть единомышленники. Это здорово. Значит, то, что я буду рассказывать, вам пригодится. Все содержание воспитательного процесса у Надежды Горны делится на философическое, идеологическое и этическое. Мы немножечко сейчас еще закончим концепцию. Философическое, это как раз, видите, вот идеи, я не буду здесь все вам читать, выделять только самое главное, да, что это поступание, поступок, да, и ребенок как субъект поступка, формирование понятия о такой жизни, которая достойна человека, достойна, то есть жизнь, основанная на ценностях, в этом смысл, главное, философическое, идеологическое. В диалоге, вот второй абзац, обращу ваше внимание на второй абзац, диалогическое воспитание, это стиль педагогического взаимодействия, но если хотите стиль жизни, на самом деле нельзя в классе быть диалогичной, а за пределами класса не диалогичной. Это действительно составляет вообще стиль педагога, вот, да, в диалоге, я вам уже показала, рассказывая модели упражнения, показала, в чем диалог, диалог может быть в чем угодно, но он существует, даже когда у нас сейчас с вами такая сложная формата взаимодействия, но мне очень важно быть с вами в диалоге, вот, и в этом диалоге вы мне можете сказать, мы так не думаем, да, это здорово, это ваше мнение, это ваша позиция, она у вас другая, вы имеете право, но мне важно ее услышать, да, услышать, кто написал, да, здорово, я тоже вас разделяю, и мне это безумно важно, находиться именно в диалоге, и понимать, что происходит, ну и разумеется, этическая, этическая, да, вот, приучаем ребенка к тому, что у него есть запреты, табу, но таких запретов немного, нельзя, главных два запрета, нельзя посягать на другого, и нельзя не работать, как не работать по-разному, можно сказать, душа обязана трудиться, очень пафосно, вот, да, про что это, про эту работу, вот, всего лишь два запрета, существуют в этике, да, не посягать на другого, и не работать, не трудиться самому, вот, ну, в этом этическом мы могли бы разложить, ведь это уважение, мы уже сказали, вне зависимости от его положения, успехов, внешнего портрета, статуса в коллективе, психических и психических особенностях, и даже и вне зависимости от поведения, ведь это опора на личностные достоинства, которые есть или обязательно будут, и это принятие индивидуальности, вот, это все относится к этическому. Хочу вам немного открыть и программу воспитания, которая на эту концепцию у Нариждой Корны построена, вот, это тоже программа, опять, не вчера ее создана, но она очень обновляется, дополняется и соответствует современным требованиям, да, смысл программы, это действительно, ведь воспитание, что отношение к миру, а что происходит, школьник познает мир, взаимодействует и старается этот мир принять, принять позитивно, полюбить этот мир, да, и я специально оставила, не могла этих слов, это цитата Надежды Егоровной именно, какой мир реальный, жестокий, прекрасный, понятный, непостижимый, полный проблем, которые должен решать человек, да, то есть весь этот мир, который не просто, не просто принять, а он старается полюбить, вот, поэтому есть определенная программа воспитания, которая от начала школьной жизни до конца, да, именно ценностная, как ценностное представление о человеке современной гуманистической культуре. И очень немного на чем построена эта программа, у нас буквально два слайдика осталось, и мы перейдем с вами к конкретике, к тому же, как все, все вот это важное человеческое, как мы можем реализовать в своей работе, являясь не только воспитателем, а еще и учителем, да, находясь в учебном процессе. Самое главное – это ценности, да, вот ценности, как доминанты, то есть освоение и ценности общечеловеческих. Сейчас для нас с вами слово «сочетание общечеловеческих ценностей» это вообще даже не обсуждается, мы говорим, а как иначе? Но, увы, всего лишь там лет 50 назад, а может даже и меньше, мы не говорили об общечеловеческих ценностях, и многие педагоги отстаивали эти позиции. В частности, одним из таких педагогов был мой муж, известный педагог Азаров Юрий Петрович. Одной из его, так сказать, бестселлеров, была книга «Искусство воспитывать», где он говорил именно о ценностях общечеловеческих, и в конце, в общем-то, жизни так и разработал педагогик общечеловеческих ценностей. А тогда, когда еще очень сложно было этим заниматься, отстаивал, защищал Сухомлинского и показывал, что воспитание – это уникальный процесс, да не зря он содержал здесь слово «искусство воспитывать». Там содержится что-то абсолютно иррациональное, что-то сроднику с искусством, а не только наука, да, то есть такое сочетание. Правда, здесь мой муж Надежды Горна разные ценности берут, ну, где-то сочетаются, но так как я представляю концепцию Надежды Горны, я буду в этой парадигме работать. Вот ценности, которые она выделяет. Человек как наивысшее – это общество, жизнь, жизнь. И у меня тоже есть одно такое очень интересное упражнение, которое я делаю в парах, которое вынуждает человека либо бороться за свою жизнь, либо нет, либо складывать лапки. И я всегда спрашиваю, да как же так? Почему же вы не стали… Жизнь – это первая ценность, а вы не стали её отстаивать. Что случилось, что произошло? природа и ценность самого «я», своей уникальности человеческой, о которой вы уже много здесь написали, именно уникальности, вот эта индивидуальность, уникальности. И Надежды Горна пишет, что как трудно было вычленить в соответствии с возрастами, с возрастными возможностями и психологическими особенностями возраста распределить вот это освоение этих ценностей. Но это получилось, потому что программа её работает уже давно. Вот для первоклассника и для, ну такой первоклассник, следующий, как бы, в начале школы является очень важным именно природа. Природа, соответственно, конечный результат освоения этой ценности – это ценностное отношение к природе как к дому, к дому человечества. Ценностное отношение. И мы с вами, да. Младший подросток – это ценность человека и, соответственно, отношение, признание человека наивысшей ценностью. Да, то есть уважение также любого человека априори. Старший подросток, общество и, соответственно, уважение к социальной стороне жизни человека, к роли гражданина, к своей гражданской позиции, у человека гражданского общества, что является невероятно важным, актуальным сейчас. Да, все вот эти гражданские инициативы, они приобретают колоссальную роль в современном развитии. И выпускник – это уже выбор жизненной позиции. А как он строится? На основе всего этого освоено, на основе главной своей уникальности. Потому что моя уникальность должна найти себе место в этом мире, должна служить этому миру. Вот как мы говорим, одарённый. То есть я какими-то способностями наделён, и это должно служить человечеству, мои способности. А у каждого из нас есть именно свои способности, свой уникальный набор личностных качеств, и оно должно служить, в общем-то, и человечеству в том числе. Я знаю, что у меня сегодня собрались учителя начальной школы, но я представила вам полностью идеи программы для того, чтобы понимать, почему мы начинаем с природы, почему и чем заканчиваем, какие этапы проходят ребёнок в освоении культуры. Ну что ж, как же реализовать вот все эти интересные идеи, заложенные в программу, как бы хорошо об этом говорить, хорошо говорить о субъектности, об уважении. А в чём реализуется? Так вот, всё реализуется через коммуникацию. И поэтому вторая часть нашей с вами встречи, она посвящена именно коммуникативной компетентности педагога. То есть его умение во взаимодействии реализовывать свои ценности, свои взгляды. то, что действительно он исповедует. К сожалению, презентация в таком формате у меня, видите, должна была здесь частично появляться, но давайте вот разберём эту картиночку. Она специально юмористическая, потому что мы с вами уже отработали 40 минут, и можем себе позволить маленький перерыв. Но не физический, а вот такой вот юмористический. Итак, немножечко не про сколу. У нас есть два героя, мужчина и женщина. Мужчина, сердечко здесь должно у меня появляться, признаётся женщине, что он её любит. И даже, я же вам говорила про подтверждение своей деятельности, про поступок, он не просто на словах говорит, он ей преподносит подарок. Конечно, я специально выбрала такой подарок, вы можете говорить, ну, если бы это были цветы, или бриллианты, или ещё что-то, быть может, у неё был бы другой вид. Но наша картиночка юмористическая, да? Главное, что он подтверждает это действие. Он ей даёт информацию, вот наше сердечко о том, что он любит, это информация, которую она получила. И даже его поступок, которые подтверждают её. Скажите, пожалуйста, она принимает, она верит ему, ну, тот внешний вид, который мы читаем, она верит в его любовь, в его отношения? Нет, да, пошли ответы. Не верит, конечно, мы видим, что по её виду она что-то не очень верит. Знаете почему? А потому что всё остальное, всё, вот я здесь специально выделила голову таким желтеньким, то есть что на рациональном уровне она получает информацию о том, что её любят. Но на остальное, всё остальное, к чему относится, голос, мимика, фантомимика, движения все, оно не подтверждает это. Не только потому, что ей сковородку подарили, а не бриллиант, а потому что информация об информации не подтверждает это. И на следующем слайде, к сожалению, не могу вас поспрашивать, да, губки поджала, закрытая поза, ой, какие молодцы, да, жесты показывает, что она не верит, да, по всей её позе, вся такая сжатая, поджатая везде, да, показывает, да, что же ей, почему же она так отреагировала? А вот здесь у нас с вами ответ на вопрос. Вот здесь представлены результаты исследования о том, как действует, что воздействует на человека. И обычно мы делим исследования на, господи, воздействия на две части. Мы делим на вербальное, то есть то, что говорит человек, и невербальное, то есть как он это сопровождает, мимикой, жестами, какими-то, то есть всем остальным невербальное, понимаете. А вот здесь это исследование интересно тем, что невербальное, то есть, простите, наоборот, вербальное, было разделено ещё на две позиции, как говорит, то есть вот, то, что я назвала словом голос, как говорит, интонация, тембр, вот всё. И на то, что говорит, я назвала это слова, хотя на самом деле это содержание, это смысл, это не слова, а смысл. Ну и вот невербальное, это действительно какие-то телесные положения. В процентах это звучит так. Невербальность, то, что я назвала телом, 55, голос, 38, слова, 7. То есть вот это наше доброе, вечное, в которое мы вкладываем вот всё, 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 чтобы донести, и говорим, не мешайте нам, мы должны вот это вам, вас вот этому научить, рассказать, оно всего лишь 7% занимает. Удивлены вы такому раскладу, что смысл нашего воздействия всего 7% несёт. А вот как мы его доносим, да, как, потому что голос, это на самом деле озвученная телесность, поэтому вот это всё, это тоже телесность, которая подтверждает, либо не подтверждает информацию. Вот если бы он всё вот это подтвердил, то она бы из сковородки была рада и приняла бы это как за бриллиант, потому что она бы верила, что это по-настоящему. А я думаю, каждый из нас был в ситуации, ну не обязательно, конечно, при объяснении любви, а в ситуации, когда нам люди говорят какие-то хорошие вещи, но мы им почему-то не верим, что-то не верится. А в языке у нас вообще существует такое «мягко стелит, да жёстко спать». А ведь это как раз про то, что типа как нам человек поёт, соловьём заливается, но мы ему не верим. Это как раз про то, почему мы не верим, потому что всё остальное это не подтверждает. И что же тогда, есть ещё одна такая замечательная притча. Ведь может, кому-то она известна, но я её всё равно ещё раз очень быстренько расскажу. Одному падишаху приснился страшный сон, что выпали у него все зоны. Он велел пригласить толкователя снов. Когда тот явился, он в подробностях рассказал ему свой страшный сон. Толкователь ответил, «О, великий падишах, вынужден тебя огорчить, одного за другим ты потеряешь всех своих близких». Падишах был рассержен, даже сильно рассержен, разгневан и приказал казнить этого толкователя. Что было сделано? Позвали другого. Падишах в точности рассказал ему свой сон. Но тот ответил ему следующее, «О, великий падишах, с радостью хочу сообщить тебе, ты переживёшь всех своих родных и близких». Конечно, был награждён, а когда он свои награды выносил от дворца, визирю спросили, «Объясни нам, что случилось, ведь ты сказал то же самое, что и первый, но почему тебя наградили?» И он ответил простую фразу, «Главное не что говорить, а как». Увы, но мы в своём взаимодействии, в педагогическом общении очень много думаем о том, как сказать, ой, простите, что сказать. И иногда мало думаем, как сказать. Совершенно верно. Да, я пишу прекрасный текст о том, что вот урок литературного чтения монотонный, неинтересный, а когда начинаешь читать, когда вкладываешь туда, не только просто интонируешь, потому что я, вы можете провести эксперимент, если просто думать о чём-то своём, о своей какой-то там, в дальнейших планах, вот сейчас урок закончится, я пойду туда, но читать великолепно, интонационно дети тоже не затронутся, и они не будут слушать. Но как только мы там, в этом чтении, мы там присутствуем, мы свою индивидуальность туда вкладываем, мы своё отношение к тому, что происходит, вкладываем, дети сразу будут слушать, любого возраста. Поэтому очень важный этот момент, действительно, действительно как. Поэтому мы будем сегодня с вами немножечко касаться сначала, да, что диалог, это говорю-слушаю, говорю-слушаю, слушаю-говорю, это обязательно обмен, и нам надо уметь не только говорить, но и слушать, да, то есть правильно слушать и правильно говорить. Вот что такое хорошее коммуникативная компетентность педагогическая, да, умею слушать, умею говорить, и делаю это, а не только знаю. Правильно слушать, очень простая вещь, очень. Это направленность, как минимум, и визуальный контакт. Вот смотрите, сейчас я постараюсь немножечко показать вам себя, немножко в другой позиции, да, и вот я сижу, если вы заметили, вот, знаете, ну, вот я сижу с вами вот так общаюсь, а теперь давайте я буду с вами вот так, вот так общаться, вот так, если ладно, немножко вот сюда, да, ну, грубо говоря, вот откатилась, я даже как бы с вами общаюсь, говорю, ну, давайте, так же буду интонировать, говорить, что правильно слушать и правильно визуализировать, вот только визуальный контакт. Изменилось что-то, скажите, в вашем восприятии меня, изменилось? Вот когда я так с вами работаю или когда я не так с вами работаю? Есть просто разница? Чувствуете разницу? Конечно, это огромная разница, потому что я не напрягаюсь, но не вот так всегда. Вот тут я как-то сказала, вот вы расслабились. Нет, я и так не сижу напряжённо. Но так я всем видом с вами я показываю, что я направлена на вас. Мне каждый из вас важен, даже если я не могу его видеть. Но я вот она с вами, да, вот всё моё тело и даже и ноги стоят так, что видно, что всё оно с вами на вас направлено. А если я вот так отвалилась, то я уже не с вами, я от вас отошла, даже физически. Знаете? Это я вам только на одной маленькой детальке показала. Но именно это воспринимает наш собеседник, особенно ребёнок, потому что ребёнок в отличие от взрослого, он воспринимает мир иррационально. Даже вот вся наша начальная школа, казалось бы, там уже 10 лет, они у нас такие взрослые, в четвёртом классе. Нет, он воспринимает мир иррационально. Иррационально это следующим образом. Позволю себе ещё рассказать одну маленькую историю. Историю Милтона Эриксона, уникального человека, психотерапевта, который рассказывал людям свои истории, да, вот лечил их историями. И его ученики собрали книжку таких историй. И вот одна из моих любимых, называется «Детское питание Пабло». Пабло — это название питания. Она там на страничку где-то, но я вам не буду так много её рассказывать, потому что даже наизусть её не знаю. История такая. Ребёнок, а мать, кормит ребёнка детским питанием Пабло и думает, какая же это гадость. Ребёнок смотрит на неё и выплёвывает его. И дальше такой маленький абзац у Эрикса написано о том, что как же это происходит, что ребёнок понимает, сколько раз надо попросить у мамы конфетку, чтобы её строгое «нет» переросло в «да». Он же это действительно понимает. Так ведь? Как? А ему никто не объясняет. Это закрытая поза, это открытая интонация такая, либо такая. Он нас просто считывает. Он умеет это делать. Он получил этот инструмент с рождения. Потому что никому из нас не приходит в голову ребёнку, который начинает учиться ходить, говорить «ты ногу на два сантиметра выше подними и поставь дальше, и тогда ты не упадёшь». Он это сам делает, как заведённый механизм. Встаёт, падает, встаёт, падает или падает, встаёт. И сам понимает, как ему надо поставить ногу. Вот точно так же и глядя на нас, слушая и воспринимая нас, он очень хорошо всё понимает о взрослом человеке. Поэтому вот эта маленькая вещь, кстати, вот Надежда Игоревна, она очень здорово рассказывает про всевозможные позы. И вот эта вот учительская поза, которую очень часто можно увидеть, которую любят учитель, я немножечко, вот так я вам, да, вот, ну, когда вот на стол стоим и опираемся. Стойка тигра, вот сейчас вам ниже опущусь, да, вот такая, стойка тигра, сейчас я на вас нападу, на самом деле она означает, вот. Хотя мы это делаем не специально, мы не хотим угрожать, просто нам может, кажется, так удобно, вот так вот я оботрусь и посмотрю там где-то или что-то. Но это стойка тигра. Либо рука в кармане. Рука в кармане – это всегда опасная поза, неизвестно, что там у тебя в кармане, что там будет в кармане. И это всегда человеческий организм не сознательно, а подсознательно реагирует, реагирует напряжением. То есть ребенок уже вот как-то наша дама уже не верит или уже настроена тебя настороженно. То есть вот эти все мелкие деталечки, вот они показывают, что когда мы слушаем, когда мы, да, слушать, это значит направленность, я что люблю так говорить, и визуальный контакт. Потому что если я сейчас буду смотреть на этот потолок или где-то какой-то свой текст вот сюда буду, например, смотреть, да, то вы же тоже это все сразу увидите и сразу изменится ваше отношение и ваше восприятие. Поэтому, конечно, очень важен визуальный контакт. Ну, это мелочи, но про то, как важно, когда мы просто слушаем. А как же надо говорить? И одна из очень удобных, прекрасных, замечательных формул, а их на самом деле существует не одна, но мы с вами сейчас быстренько рассмотрим одну, это формула, которая используется в ситуации, когда надо высказать свое отношение к какому-то процессу, к тому, что делает человек, ну, в частности, наш ученик. Разумеется, чаще всего это негативное отношение, потому что вам легко бы сказать, да, ты это сделал, очень здорово. Хотя, увы, мы иногда и это не можем сделать правильно. Здорово сделал. Так вот, чтобы сделать без обвинений, без требований изменить отношения, чтобы не превратить в противника своего ученика, подсознательно он уже станет нашим противником. Есть такая прекрасная, удивительная формула, именно формула чёткая, и называется она «Я высказывание», как обращаться к ученику. Состоит оно из трёх частей. Событие, реакция, исход. Сейчас рассмотрим каждую из них. Событие. То есть мы описываем то событие, по которому хотим высказать свое отношение. Описываем на уровне факта всё. Факта. Вот у меня три, пардон, четыре примера. Только один правильный. То есть описывается событие, что происходит. Когда на меня повышают голову, когда вы орёте на меня, когда ты хитришь, когда вы нападаете на меня. Поставьте циферку, пожалуйста, правильного. Первое, второе, третье, четвёртое. Они все пронумерованы. Только одно правильное. Только одно. Так, пошли ответы. Вот Ольга написала, что первое правильное. Так, четвёртое. Уже у нас пошли разногласия, когда вы нападаете на меня. Светлана решила. Так, посмотрим, кто победит. Ага, ну вот уже у нас стали доминировать единички. Потому что, во-первых, и это совершенно правильный ответ, потому что здесь не содержится никакой интерпретации. Мы чётко описываем факт. Потому что вот четвёртое, когда вы нападаете. А что такое нападаете? Понимаете, я понимаю, вот нападаете, чтобы описать факт. Например, вы взяли в руку, я там не знаю, степлер и замахнулись. Да, или подняли руку и замахнулись на меня. Например, вот это может быть нападаете. Либо как нападаете? Да. Например, я просто смотрю на вас, а вы говорите, что я на вас нападаю. То есть что? То есть факт должен быть очень чёткий. И поэтому первый пример самый-самый здесь правильный. Да. Плюс он чем ещё правильный? Здесь не содержится ни вы, ни ты. Здесь нет стороны. Вот вы это делаете. А здесь есть только я. Я. Вот такой человечек. Когда на меня. Да, по отношению ко мне так-то. Вы тут вообще ни при чём. Вот когда на меня так вот. Диск что-то происходит. На меня, да. Конечно, повышают, наверное, надо было поднять. А повышают голос, да. Всё правильно. С нами исправила. Вот. Орёте. Орёте – это тоже интерпретация. Хитрично. Это вообще надо доказать ещё, что кто-то хитрит. Но мы можем доказать, когда ты сначала мне сказал так-то, а через две минуты вот сделал то-то или сказал по-другому вот так-то, да. То есть мы на уровне фактов, а не на уровне интерпретации должны эту первую нашу часть провести. И иногда кажется, что это просто, что вот, да, описать факт. Но вот примеры показывают, что не всегда просто, да, что это именно должно быть объективное описание вот этого чёткого события, да. Ну, например, не из учебной практики, но достаточно понятно. Когда мне приходится отсортировать свои бумаги от чужих. То есть вот что я делаю. Когда я делаю то-то, то-то, да. Когда я вхожу в класс и вижу то-то, то-то, такую-то картину. Но не то, что вы там, да. Вот делаете то-то, я говорю, даже нарушаете дисциплину. Потому что это моя интерпретация, может, что они не нарушают. Вот, а вы делаете то-то, то-то, и по описанию уже понятно, что делаете вы хорошо или плохо, правильно или неправильно, да. То есть вот это вот только констатация факта. Второе реакция, вторая часть реакция, да, может быть представлена, то есть моя реакция на то, что я описала, на события. Она может быть по-разному представлена. Просто конкретные эмоции. Я чувствую себя, вот написала, рассерженным, забитым, беспомощным, виноватым, да, я так-то так. Либо описываю эмоции в виде того, что делаю в этом состоянии. Вот я когда вошла в класс и увидела то-то, 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 я прям начинаю кричать. То есть я не кричу сейчас, да, но обычно в этой ситуации я прямо говорю, что я начинаю кричать или я хочу прям то-то, то-то сделать. Либо то, что я хочу сделать, но тоже понимаю, что так делать, но говорю, да, вот когда вы мне говорите так-то, я хочу бросить трубку или я хочу уйти и хлопнуть дверью. Я описываю это своё желание, какое-то действие, которое выражает моё отношение. Как на самом деле я этого не делаю, я сдерживаюсь, но то, что я испытывала. Поэтому по-разному можно представить эту реакцию. Но самое главное, это третья часть. И вот здесь вот, увы, даже работая с психологами на курсах повышения квалификации со специалистами, я прихожу к такому грустному выводу, что люди пользуются я-высказыванием урезанным, то есть они считают, что это сказать факт и высказать отношения. И говорят, ну да что там это ваше я-высказывание, ничего оно не работает. Ну сказала я, что мне это грустно или мне становится грустно, когда ты не выполняешь домашнее задание, мне становится грустно. Ну и что? Ребёнку это как абсолютно никак не подействовало. Так вот не подействовало, потому что самая главная часть, она третья. И третья называется предпочитаемый исход или выход, итог этой ситуации. То есть зачем мы вообще это всё начинаем? Чего мы хотим добиться? Мы туда это закладываем. То есть там должна быть ясная, чёткая формулировка того, что мы хотим получить. Возможно, наличие вариантов, чтобы это не носило авторитарный характер, что ты должен это сделать. Мы можем предложить какие-то варианты. Да, можем добавить потому что. Ну давайте рассмотрим пример. Когда разговаривают во время объяснения, мне трудно говорить, я начинаю раздражаться. От этого мне ещё сложнее. Пожалуйста, перестань разговаривать. То есть видите, здесь прямое указание. Пожалуйста, перестань, да? Мы объяснили всё. Посмотрите, сделали. Пожалуйста, перестань разговаривать сейчас. Но не всегда исход святан с тем, что можно остановить. Например, ребёнок опоздал на урок. Мы же не можем, мы можем говорить только про следующий раз. Так? Что мы сейчас-то можем? Сейчас мы ничего не можем ему предъявлять. Он уже, уже это сделано. Он уже что-то сделал, и уже это не вернуть. Поэтому в таких случаях тоже очень чётко надо продумывать. Если мы ему скажем, вот когда опаздывают на урок, мне приходится останавливаться, приходится прерывать объяснение, нарушается, и я испытываю там дискомфорт, раздражение, всё что угодно. Пожалуйста, не делай так больше. И он скажет, да без проблем, не буду, извините, не буду делать. И опять сделает. Но я здесь не говорю, что он в этом, что это от него не зависит, как часто бывает в начальной школе. Это зависит от родителей, так и от их пунктуальности и отношения. Ну, мы разбираем случай, что это зависит от ребёнка, что он может действительно не опаздывать. Но он не может этого делать сейчас. А вот исход касается только того, что ты можешь сделать сейчас. Как мы ему можем, что мы ему можем предложить в этом случае? Потому что если мы не обратим внимания, так и будет, тем самым мы позволим ему это делать. Ну, опаздывай, Вася, опаздывай дальше, да? А что требовать? Что мы можем требовать, как вы думаете? Вот в этой очень простой ситуации, где мы можем использовать форму, конечно, мы можем сказать ему, и другими словами мы можем сказать, ты опять опоздал, как всегда. Или, ну, когда кто-то опаздывает, это плохо отражается на уроке. Но это уже другой посыл. И здесь мы уже обвиняем ребёнка. А ведь наша задача не делать его противником. Наша задача добиться того, чтобы он так не делал. И я высказывание как раз и содержит вот это элементарное уважение, уважение к ребёнку. Что мы верим, что в следующий раз он не сделает. Ну, что мы можем ему предложить? Вот он опаздал, мы говорим, когда ученики опаздывают на урок, мы даже не взяли, когда ты опаздываешь, когда кто-то опаздывает на урок, мне приходится делать то-то, то-то, меня это вызывает раздражение, я начинаю сбиваться, начинаю раздражение, начинаю останавливаться. И мне бы очень хотелось, что мы можем от него? Что он может сделать сейчас? Написала дистанционно. Ага, ладно, это не мне. Так, что очень хотелось, что? Если я скажу, чтобы ты так больше не делал, это не сейчас. Надо обязательно, чтобы это что-то было сейчас. Попросить извинения, Людмила, Ирина, вы мои большущие умнички. Конечно, мы можем объединить это, это будет очень здорово. Но скажем, мне бы очень хотелось, чтобы ты извинился. и поскорее включился в урок. И вот это очень здорово. Но когда мы в таком формате преподносим, мы не делаем, мы не обвиняем ребёнка. И он всё меняет. Ну, ага, да, у меня просто пример был, но, видимо, нет примера. Вот этот пример я стал. Ещё второй был пример. Видимо, я тут чуть-чуть вчера поубирала и забыла, что. Конечно, я высказывание работает тогда, когда оно у нас отлетает. Ну, когда мы не задумываемся, не напрягаемся. Ой, что мне там сказать? Ой, как мне это сформулировать? Это действительно навык. Я могу только просить вас, обращаться к вам сформулировать, пробовать. Вы попробуйте и увидите, как многое меняется, как по-другому ребёнок начинает реагировать. Это ответ на вопрос. А вот мы сказали, ребёнок не делает. Сказали, открыли, откройте, тратя, он не открывает. Но если мы ему скажем в форме я высказывания, он обязательно, обязательно среагирует. Конечно, я допускаю, что бывают разные там проценты, один процент оставлю. Но это действительно очень, очень действенное, это навык. Вот навык. Поэтому пробуйте, овладевайте им, экспериментируйте. Конечно, Галина, это, разумеется, зависит от того, как и разные меры. Но мы сейчас с вами говорим, наверное, о той мере, которая самая безопасная и самая конструктивная для ребёнка. Если это систематично, мы можем говорить, чтобы ты извинился. Мне бы хотелось, например, если это происходит систематично, мы можем предложить, очень бы хотелось, чтобы ты сейчас извинился, а после урока подошёл, и мы с тобой в этом поговорили. И вот там мы можем уже по-другому уже обсудить эту ситуацию. Почему, как и что? И придумать что-то другое. В данный момент это, разумеется, не панацея. И одного я высказывания явно недостаточно. Но я показываю вам такую конфликтную, так скажем, ситуацию, с которой можно не обратить внимание, и с которой может перерасти в серьёзный конфликт. Прямо дурок начался с такого хорошего отчитывания от опоздавшего Васи. Либо, которое может перейти в конструкт, и ребёнок не потеряет лицо. То есть вот то, всё вечное, о чём я вам говорила, уважение, субъектность, ценности, вот здесь оно заложено. Вот чем цена вот этот формат работы. Что он как раз показывает, а в чём это проявляется. Да, это проявляется в том, как мы говорим с ребёнком. Это также проявляется в том, как мы обращаемся ко всем детям. Социальное обращение это назвала Надежда Егоровна. Вообще просто удивительнейшая вещь, необыкновенная. Нина, да, я как раз и обсудила, что когда дети опаздывают, вот по вине родителей, и как, это не, не универсальное средство. Да, и, конечно, надо искать разные способы. Это, конечно, не значит, что педагог только я сообщение или я высказывание, и только как попугай всё, я высказывание. Там у нас существует много средств. К сожалению, мы не можем все разобрать, но это одно из таких хороших примеров, да, где сохраняется, опять же, ценность, субъектность, уважение к ученику. Вот. Да, разумеется, Светлана, о том, как мы будем, если мы, я сообщение будем говорить с каким-то ядовитым, токсичным тоном, да, конечно, разумеется, наш ребёнок никогда. Речь идёт, знаете, если я уважаю ребёнка, это истинное уважение, я его не демонстрирую, это истинное, и тогда мой голос передаёт это уважение. Вот. Ну что, давайте поговорим о социальном обращении. Это такая очень интересная вещь, необыкновенная вещь. Социальное обращение это то, как мы обращаемся к нашим детям в классе. В начале или урока, в начале дня рабочего. Поделитесь, что вы говорите, какие вы формы используете, как вы говорите. Здравствуйте, дети, здравствуйте, класс, зайки, здравствуйте. Ну, так, напишите, что вы используете, когда ваши дети к вам приходят и вы начинаете с ними день или просто один урок. Здравствуйте, дети. Так, я буду озвучивать. Доброе утро, мои хорошие. Дорогие мои. Здравствуйте, мои дорогие. Так, доброе утро, ребята. Так, здравствуйте, уважаемые ученики. Рада вас приветствовать. Ой, ребята, умники, умнички. Ну, прямо не успевают читать. Рада вас видеть. Добрый день, рада вас видеть. Мои любимые дети. Да, солнышки. Так, методом порога, когда каждый выбирает приветствие на пороге. Ну, что ж, отлично, это очень, мне тоже очень нравится. Как провели выходные. Ну, что, конечно, в начальной школе мы с вами немножечко чувствуем себя вольнее. Мы можем сказать дети, потому что это действительно дети. До десяти лет это дети. А вот после десяти это уже не дети. Но сложно говорить здравствуйте, подростки, да, по какому-то принципу. Вот. А мы можем говорить дети. Ага, да, вижу, что дети, друзья мои, очень здорово. Представляете, вот так, когда вам, вот давайте я вам скажу, здравствуйте, друзья мои. Какое у вас, вот как вы это воспринимаете? Да, вы сразу же априори чувствуете какую-то вот хорошую обстановку, что да, мы друзья, правда ли, да? Прекрасное, прекрасное обращение. Вот, вот тут прошу, да, ребятишки. Наверное, можно когда-то сказать ребятишки, потому что здесь все зависит от того, что мы хотим получить. Ну, вот как в мультфильме, как корабль назовешь. Мне слово ребята, лично мне, не нравится. Ну, я вообще дружу с гендерными сообществами, у меня монография есть по гендеру. И слово ребята в нашей стране, в нашем языке, простите, оно, ну, как бы по правилу, это и про девочек, и про мальчиков. Но все-таки оно больше, вот, как про мальчиков, понимаете? Потому что, когда стоят одни мальчики, мы можем сказать ребятам. Когда стоят одни девочки, мы уже не скажем ребятам, но мы можем по правилам русского языка. Но вот для меня оно больше про мальчиков, поэтому я его избегаю. Вот. В нем нет ничего плохого, это лично мое вкусовое ощущение. Оно лишено вот этого гендерной совокупности для меня. Вот. Доброе утро, мои маленькие друзья. Да, то есть мы подчеркиваем, что не маленькие друзья, но друзья, да. Вот. А вот представьте, если мы делали это целенаправленно, думали о том социальном обращении, которое мы произнесем на уроке. Например, уже мы начали день, и у нас какой-то урок, и мы говорим на уроке. Ну, еще раз, здравствуйте, мои отличники и отличницы. Конечно, они могут воспринять это даже с обидой, особенно тот, кто явно не отличник, не отличница. И могут как-то настороженно. А если мы продолжим? Я уверена, что сегодня действительно все будут отличники. Ну, конечно, если мы уверены, вот сегодня у нас будет такое задание, и мы знаем, что там ситуация успеха стопроцентная, у всех все получится. И мы можем это сказать. Правда, можем. И это совсем другой характер. Среднее звено, Ирина говорит, слово друзья. Да, ну, мы же с вами сейчас не среднее звено, мы говорим, что вот мы с вами, вообще нам здорово, можем и зайки сказать, и солнышки сказать, и деткам это будет очень хорошо. А вот если мы дети, скажем, в 11 классе, ну, если, наверное, конечно, нам уже очень-очень-очень много лет, и у нас шикарные отношения с ребятами, а если мы только пришли и скажем, здравствуйте, дети, мы можем, они нам могут ничего не ответить, но это будет минус установления контакта. Поэтому как мы обратимся, на самом деле, это очень, если мы скажем, зайки, они у нас зайками будут, если мы скажем, здравствуйте все те, представляете, вот проливной дождь, и мы говорим, здравствуйте всем, кто под проливным дождем пришел учиться сегодня, не испугался холода, не испугался мороза, и пришел учиться, как я рада вас видеть, мы обязательно сегодня научимся там тому-то и тому-то, да, то есть если мы вкладываем, вот, ну, то, что нам надо, то, что нам надо, или еще кто-то, да, вот, то есть это сразу меняет атмосферу, сразу, я могла бы там очень много говорить, но самое главное, это вы попробуйте, и вот это опять эти вещи, понимаете, вот профессионализм, он в мелочах, ведь все из нас, молодые, с опытом, и с маленьким, или с большим опытом, делают одно и то же, мы входим в класс, здороваемся, мы говорим, откройте там учебники, посмотрите на доску, вот упражнения, мы делаем одно и то же, но как в притче, важно, как мы это делаем, вот и здесь, как мы поздороваемся, это мелочи, потому что, еще раз скажу, профессионализм, это мелочи, да, еще один маленький перерыв, сделаем, я вам скажу, смешную историю своей жизни, однажды у меня была, жуткая аллергия, вот, сзади, на задней стороне шеи, у меня была абсолютно там, красная, как попа, вот у макак, красно, красно-красно-копых, да, но это было у меня, вот такая была прическа, ничего не было видно, и так как некогда, некогда я довела себя до жуткого состояния, ничего же не видно, пока у меня уже отек, ух, внутреннего не было, что я уже ходить не могла, я только тогда я пошла к врачу, побежала, я прибежала к врачу, у меня был огромный кабинет, я вошла, на пороге она спросила у меня, что, я ей рассказала, не глядя на меня, не глядя, она мне сказала, это у вас аллергия, я ей говорю, слушайте, может у меня вообще какой-нибудь плешай, вы хотя бы посмотрели, я все-таки вот с детьми работаю, вот, не глядя, она продолжала, нет, не беспокойтесь, это у вас аллергия, не глядя, выписала мне бумагу и отправила, я, конечно, ушла абсолютно неудовлетворенная, неверящая, и побежала к платному специалисту, где меня взвесили, что только со мной не сделали, дали тот же самый рецепт, те же самые лекарства, да, но в чем было, там на меня смотрели, на меня обратили внимание, здесь врач был очень хороший, поставил мне диагноз мгновенно, но я ему не доверила, это мелочи, я не говорю, что один плохой специалист, другой хороший, может быть, она была поставлена в такие жуткие условия, принятие больных, как конвейер, но как на нас это влияет, и профессионализм это мелочь, а так мы все с вами делаем одно и то же, поэтому пробуйте, пробуйте тему социальное обращение, экспериментируйте, и вы увидите, как изменится атмосфера в вашем классе, как действительно в какой-то момент все превратятся в отличников, или в очень послушных, или здравствуйте ребята, или вот ребята, я тоже не люблю, да, класс, я, например, тоже очень не люблю слово класс, класс это для меня вот стенки, хотя класс это и класс, первый А класс это тоже используется, это вещь вкусовая, я бы сказала, здравствуйте девочки и мальчики, которые сегодня будут замечательно работать, никто не нарушит дисциплину, ну, например, если мне это было бы важно, да, так что, очень много, много интересного здесь, ну что, а мы с вами переходим к работе с родителями, это очень сложный сейчас, серьезный момент, воспитание невозможно в современном школе осуществлять без взаимодействия с родителями, и не просто у меня тема называется работа с родителями, а посмотрите, это именно формирование педагогической компетентности родителей, то есть, чтобы они тоже что-то понимали и умели, сейчас, конечно, есть такая новая плеяда родителей, я бы даже сказала, не знаю, хорошо это или плохо, но как в своей деятельности я имею дело с такими родителями, у которых совсем малюсенькие дети, но они очень боятся сделать что-то не так, да, они там повешены, помешаны, в развитии на этих развивающих, на развивающей атмосфере, вот, и поэтому, ну, тоже как бы не есть хорошо, знаете, нанимаются, отводят ребенка, лишь бы куда-то, чтобы кто-то им правильно занимался, забывая, что очень важно, из лучших побуждений, но забывая, что очень многое зависит от их, от них самих, и лучше им повышать свою, в общем-то, компетентность, поэтому, конечно, это одна из задач в взаимодействии с родителями, это формировать педагогическую компетентность родителей, как мы можем ее представить, ну, вот, разрабатывая один тоже проект, я сделала вот такую схему, это мой авторский подход, выделила компоненты педагогической компетентности, и, разумеется, они у меня выделены не вот так вот, не из пальца высосаны, да, это такой достаточно серьезный анализ, работ на эту тему, мы можем понять, что педагогическая компетентность, она не вот появилась, у нас там была родительская компетентность, родительская грамотность, ну, как угодно, очень много было и в советский период еще, вот, работу этому посвященных, по сути, да, ну, вот, сейчас мы говорим именно теми словами, которыми пользуемся, вот, посмотрите, пожалуйста, я вам снизу начну, всего лишь пять компонентов, да, но обратите внимание на нижний компонент, что база – это ценностный, ценностный компонент, суть ценностного компонента – это именно, где ребенок как ценность, знаете, вот это главное, да, это ценности, ценность родительства, ценность детства, когда принимается, то есть это вот те ценности, которые существуют у родителя, и они составляют основу, потому что если, если что-то ценность, если ребенок не ценность, то тогда его не кормят, не поят и не учат, и относятся к нему, в общем-то, хуже, чем какому-то животному, что, к сожалению, имеет место быть в нашей реальности, в нашей действительности, потому что ребенок не ценность, да, дальше, посмотрите, у нас с вами идет эмоциональный компонент, а это про что? А вот это компонент, который включает в себе вот этот спектр эмоциональных переживаний, которые испытывает родитель, в то время, как он реализует свои функции воспитательные, это и положительные отношения, положительные эмоции, но и отрицательные эмоции, отрицательные переживания, это симпатии и антипатии, ну так же нормально, что-то нравится, не нравится, вот, это и удовлетворенность собой, как родителям в процессе общения с ребенком, да, то есть это то, что способствует рефлексии родительской и понимание, чему ему надо, как родители учиться, что вот родителям не становятся, о, простите, пожалуйста, наоборот, я сказала, родителям не рождаются, да, родителям становятся, родители, вот, соответственно, этому тоже надо учиться, и когда я говорю о коммуникативной компетентности педагога, да, это его профессиональная особенность, но и каждый родитель, он должен уметь что-то делать и уметь общаться со своим ребенком, так, как создавая ему развивающую атмосферу, так, следующий компонент, видите, уже следующий, вот обратите внимание, что остальные три, они являются как бы вот такой надстройкой, вот наценно с нами, вот этими двумя, да, они оттуда являются, это уже когнитивные, то есть это те знания, которые имеет наш родитель обо всем, о родительстве, о правовые какие-то знания, педагогические, психологические, да, это инструментальные, вот это как раз те техники, которые он использует для того, чтобы взаимодействовать с ребенком, вот, как инструмент, тут я высказывание, родитель же тоже может пользоваться я высказыванием, да, и коммуникативно-поведенческий, его поведение в целом по отношению к ребенку. Что очень важно, на самом деле, как мы будем развивать педагогическую компонентность родителей, что здесь ключевое, ключевое это опять наш педагогический пример, этот пример вот в чем проявляется, например, в простых вещах, как говорить с родителем о плохом поведении, как нам сказать, да, вот суть такая, ребенок плохо себя ведет, он дерется с другими детьми, мы можем сказать это вот так, очень просто, что ребенок дерется с другими детьми, да, либо мы можем сказать, ваш сын умеет отстаивать свои потребности и защищать свои права, это же действительно его позитив, давайте подумаем, как ему помочь сохранять дружеские отношения с другими детьми, то есть видите, мы негатив перевернули в позитив, мы сказали, вот у ваш сына классные качества есть, ой, простите, мне кажется, что мне звонят от издательства, да, слушай, алло, ой, извините, перепутала, думала, что это от издательства, телефон, правда, думаю, это странно, думает, вдруг что-то не так у меня, простите за мои технические сложности, да, вот, ну видите, от, да, мы сказали, что это важно, действительно отстаивает себя, отстаивает, но он испытывает сложности, поэтому давайте поможем ему, чтобы вот так он все-таки сохранет дружеские отношения, или, посмотрите, стратегия не поиска виноватого, а поиск решения проблем, Вероника сегодня отлично усвоила правила в новой игре, но с правилами на занятиях пока не справилась, забрала альбом, видите, описываем, что произошло, забрала альбом, не обидела там Катю или как-то, да, а забрала альбом, краски, если с ней учиться играть по правилам дома, то она будет лучше их усваивать на занятиях, и это и позволит быстрее влиться в детский коллектив, смотрите, она у вас очень способная, и на данный момент интересуется, как играть в шахматы, смотрите, какой характер сообщения, да, абсолютное уважение к ребенку, уважение к родителю, ведь, ведь, каждый раз, когда мы говорим что-то о плохом поведении ребенка, мы опять вот на этой позиции, превратиться наш родитель в оппонента, нашего противника, а он должен, задача родителя защищать своего ребенка, даже когда о нем говорят плохо, когда ребенок сделал плохое, потому что если не родитель, то кто его будет защищать? Никто, да, это очень важно, ага, вот, поэтому мы сами являемся примером, примером и носителем этой родительской, даже где-то компетентности, да, вот, дальше очень важный момент, особенно сейчас в онлайн, видите, я, конечно, не сориентирую, не поднимаю сегодня тему, как онлайн работать, но это же становится очень важным, когда вот обостряются наши отношения сейчас, эта ситуация, обостряет все отношения, детско-родительские, учительско-родительские, вот, и очень важно действительно учителю работать с когнитивным компонентом, давать те знания, которые необходимы родителю сейчас, вот, особенно в ситуации онлайн, когда очень много родителей должен заниматься учебными проблемами, а он проблемами, не проблемами, учебными заданиями, да, либо вообще развивающие, и здесь, конечно, очень важно давать правильную литературу, я представляю вам литературу издательства «Экзамен», которую можно использовать, обращать туда внимание, например, видите, для всех развивающие задания, потому что вот эти задания, они могут использоваться не только учителям на уроке, а действительно родителям дома, для того, чтобы помочь ребенку справиться со своими учебными трудностями, или просто сделать их еще лучше, да, то есть какой материал он может взять, пожалуйста, всевозможные тренажеры, ну, как пример, я привожу только пример по первым классам, но на самом деле там есть и другие, то есть пример по чтению, вот здесь у нас показываем тренажер по математике, потому что как раз вот помощь родителя не в том, что он будет учебник прорешивать, все-таки учебник, он больше для педагога, для организации, который работает в классе, вот, а вот здесь без проблем очень найти правильную, хорошую литературу, для того, чтобы организовать эту вот поддержку в обучении, чтобы это не было похоже на урок дома от родителя, это очень важно, как организовать, да, и ребенку будет очень интересно что-то там, вот такие задания выполнять с родителями, да, очень важно иметь, посоветовать родителей иметь правильную справочную литературу, то есть, вот у нас, пожалуйста, литература с первого по четвертый класс, да, то есть все, что должен знать родитель для того, чтобы помочь, вот в одной книжечке теория и практика литературное чтение, не надо ему там даже щелкать кнопки в интернете, потому что он неизвестно какую информацию там найдет, а потом будет спорить с педагога, то есть это вот такая элементарная, простая справочная литература, которая поможет родителю, конечно, мы говорим о родителе, который готов помогать своему ребенку, да, готов оказывать ему поддержку, особенно вот сейчас в такой тяжелый период, и вот он открыл, и все там ясно, что про что, потому что она по всему курсу предмета за все 4 года, на всех уровнях, он может это использовать, да, но давайте все-таки подумаем о тех временах, когда мы будем с вами, со своими учениками и родителями общаться нормально, хотя вы знаете, вот те техники, которые я вам сейчас представлю, те проекты, можно даже подумать, как их сделать и в онлайн, это даже очень интересно, я вообще проводила очень много всевозможных во время этой первой самоизоляции, и со студентами, и со сообществами, вот таких вот онлайн вечеринок, поддерживающих вечеринок, которые можно рассматривать, то есть только сейчас, только сейчас могу, могу, вернее, понимаю, что эти проекты можно спокойно в онлайн формат перевести, да, ну давайте поговорим о чем, да, то есть различные проекты, работающие на оптимизацию детско-родительских отношений, вот, хочу вам представить, ну, прежде всего, извините, все-таки, а что такое детско-родительские отношения, да, во-первых, из чего мы называем отношения, существует такой термин, понятие такое, плетено, а у него есть два, две важные составляющие, это прежде всего, действительно, отношения, причем, смотрите, отношения к кому? Родители к детям, родительское, детское, и детей к родителям, детско-родительское, да, и кроме отношения с другим компонентом, является именно компонент взаимодействия, да, то есть, как оказывается эмоциональная поддержка, как воздействует родительное состояние ребенка, сюда же мы можем даже отнести стремление к этому телесному контакту, которого очень не хватает современным детям, особенно сейчас, вот в период очередной витка пандемии, когда все телесные контакты, как бы мы стараемся уменьшать даже в семье, хотя живем все вместе, да, вот этот смысл, да, то есть, что, конечно, родительское, детское, это стиль семейного воспитания, это принятие ребенком, способность воспринимать состояние родителя, воспринятие ребенка, да, ну и разумеется, в детско-родительском, это образ родителя, ощущение своего положения в семье, вот все это складывает, составляет, вернее, детско-родительские отношения, да, как же педагог может воздействовать, это же семья, что мы можем сделать? Мы можем делать абсолютно реальные, интересные проекты. Вот, пожалуйста, есть такой прекрасный, интересный художник, арт-терапевт, Мария Дреснина, она работает в Москве, работала в различных центрах, где эти проекты реализовывала, сейчас работает в Мусионе, с детьми, как арт-терапевт, как художник, и с родителями тоже, да, и вот она разработала идеи семейных проектов. В чем их характеристика? Прежде всего, есть какая-то идея, есть какое-то творческое задание. Мы с вами сегодня рассмотрим один проект, но вы по этому принципу можете придумать, главное понимать, про что это, да, то есть есть идея и с творческим заданием, есть совместная творческая деятельность детей и взрослых, в которой обязательно должно быть общение и сотрудничество, и в результате вот того, что они заложены там, происходит сближение детей и родителей. Дальше. В этом проекте создаются специальные условия, чтобы родители смогли увидеть своего ребенка, как-то по-другому увидеть, то, что они не видели в других условиях, и поразмышлять о своем ребенке, ну вот здесь у меня семейный проект про птицу, вот через птицу там или цветочек, через какой-то образ, да, то есть поразмышлять, увидеть его, вот символично включая это. Дальше. При выполнении проекта, ну здесь, конечно, в идеале семьями работают ассистенты, но это они так работали, я делала и без ассистентов, вот, особенно когда педагог, который работает в классе, вот, то он может, конечно, это сделать и самостоятельно, вот. Ну что, рассмотрим с вами такой проект. Проект называется «Гнездо». Вот семейный творческий проект. В чем его суть? Вот работа, пожалуйста. Участникам предлагается создать своими руками символ отчего дома, это гнездо, птичье гнездо, населить его какими-то обитателями. Каждая птичка, живущая в гнезде, должна трудиться, то есть они рассказывают, что это за птичка, что делают. Вот, каждый участник проекта делает гнездо. Во-первых, все проекты у Марии Дресниной разработаны так, что они делаются из очень простых материалов и показываются, то есть ты не придумываешь, как там это сделать. Это не проект творческий, как сделать гнездо, свить из веточек, сручить из бумаги. Нет, это проект по содержанию, что вот оно гнездо. А гнездо делается из простой бумажной тарелки, подвешивается, вот, как видите, я просто здесь не догадалась, сейчас посмотрю, да, нет у меня этого, не догадалась показать, какие материалы нужны. Вот самые простые материалы, дешевые материалы, чтобы все было доступно под рукой. Вот так вот она берется, тарелка, берутся веревочки, дырочки степлером делаю, дыроколом делаю, цепь подвешивается, вот оно все гнездо. Берется даже трафарет птички, для того, чтобы как бы не было каких-то напряжения, пока я там, ой, я не умею рисовать птичку. Трафарет птички, ну, вот здесь у меня птички не по трафарету, это была более маленькая компания, и они были готовы сделать без трафарета. А так, в общем-то, выдается трафарет, и хвостик там, и все это делается. Главное, каждый работает над своей птичкой, главное дальше, что потом. Вот они посадили этих птичек в гнезда, и мы с вами вот видим, что у нас по-разному птички сидят, и там есть больше птичек, как они делают. И дальше каждый рассказывает, во-первых, это гнездо делает семья, вот кто пришел, они делают бабушка с ребенком, мама с ребенком, они делают этих птичек, каждый. И могут даже больше, не только одну птичку сделать, они же гнездо создают, а дальше они рассказывают, что это за птичка. Это птичка мама. А почему она у тебя не в гнезде? Ну, она на работе, потому что птичку можно вот сюда куда-то прилететь. Или в гнезде могут быть, оказаться только птички дети. Говорят, а где же взрослые в этой семье? Они есть? Есть. А где они? Ну, они на работе, им всегда некогда. То есть атмосфера семьи сразу же понятна. И она, главное, почему она будет понятна? Не нам с вами, как педагогам, а родителю. Он увидит, что он для своего ребенка все время на работе. Он не в гнезде, он не дома. Либо он увидит, что почему-то тетю или бабушку поместили в гнездо, а ребенок же это все объясняет. Или они начинают спорить. Они же вместе делают, начинают вот это вот... Я же вам рассказывала когда проект, характеристику, что это деятельность на сотрудничестве. Они решают, а кто каких птичек делает, а как они взаимодействуют. Дает ли мама право ребенку выразить себя или говорит, ой, да давай я тебе нарисую, у тебя все не так. То есть все обостряется в этой работе. И мы все видим, и потом, конечно, мы в этот момент не обсуждаем, но потом мы имеем возможность обсудить вот это поведение родителей с ним уже и понимаем, что оно очень типичное. Потому что все они действительно рассказывают о себе. Это вот такая модель. У Дразниной есть идея цветка, когда каждый ребенок цветок, и он прикрепляется там на какое-то большое поле. То есть вот это вот символ, да, вот здесь птичье гнездо, там цветок, где-то дом с окнами. То есть очень много интересных идей. И я уверена, вы и сами можете без проблем придумать эти идеи, вот такие объединяющие, и проработать их. И представьте, как здорово будет выглядеть ваше взаимодействие с родителями даже на какой-то праздник на 8 марта, то же самое, вот в таком формате, когда они придут, а не просто простое чаепитие или там концерт. Я не говорю, и концерты полезны, это тоже очень важно. Но что мы можем такие проекты делать в рамках тех обычных, привычных нам уже обязательных, так скажем, мероприятий, которые мы проводим, но мы их можем сделать по-другому. Развивозможные тренинги с родителями. Вот очень интересный тренинг, назывался «Много в мире цветов», когда педагог принесла цветок и сказала, вот этот цветок это ваш ребенок, что будет, его надо поливать, как он будет жить, вот найдя тоже этот символ. Давайте обсудим, что надо этому цветку. И все, конечно, начинают через вот это физическое соприкосновение, это живое цветок, говорят, что да, его надо поливать, его надо каждый день поливать или раз в сто лет вспомнить, что что-то там надо, да, им надо наслаждаться, им надо там рыхлить, ему надо заботиться, ему обязательно надо. Да, то есть вот через такие простые вещи, оказывается, можно донести. У меня была педагог, с которой я много лет дружу, и она рассказала мне такую историю, как она провела одно из родительских собраний. Она принесла, попросила родителей написать пять, ну вот начала собрание, попросила написать пять прилагательных о своем ребенке, а дальше у нее была такая игрушка, такой, знаете, типа петрушки вот бывает, который сидит вот в таком вот деревянном деревянном стаканчике, вот, да, деревянном стаканчике, таком, и на палочке, и он так вот на палочку внизу дергаем, и он появляется, либо может спрятаться. То есть кукла, я хотела ее взять сегодня, но вот видите, что-то совсем забыла, вчера вечером написала, да, вот, ну в общем он прячется. И вот она сделала со своими родителями такое упражнение, говорит, ну пожалуйста, читайте, что вы написали. И вот каждый раз, когда кто-то говорил, хорошее написал в своем ребенке, этот петрушка высовывался немножечко, а когда какие-то негативные качества, он прятался, да, вот, и вот, сейчас посмотрите, вот так же и проходит с ребенком, когда мы его поощряем, он растет, он хочет выйти из этого своего стаканчика, а когда мы говорим о нем плохо и думаем, плохо у человека, он, конечно, начинает все больше прятаться. То есть через вот такие какие-то образные, символические вещи педагогам удавалось вот достучаться до нутра этого родительского и показать, что очень важна их позиция. Очень важно, как они относятся, потому что им тоже надо учиться к своим детям правильно относиться. Ну, вот тоже самый разный родительский клуб, когда и дети, и родители собирались и делали что-то там из помпонов, а потом целое, целое сделали спектакль, хотя все начиналось как простое в такое времяпровождение. Всевозможные творческие работы. Ну, вот я смотрю, у меня здесь пример попал. А, нет, здесь пример большой, но это просто родители писали о своих детях, начиная еще с того, как он был совсем маленький. Поэтому это первые страницы, и он был маленький, как он еще рос. У них создавали такой маленький альбомчик, но не просто альбомчик фотографий, а альбомчик, каким он родился, каким он там был в детском саду, как он стал, а вот тогда-то он стал добрый или еще что-то, то есть это уже обращая, вот этот вот эмоциональный компонент развивая, обращая внимание на своего ребенка. Ну, и, конечно, хочу вам порекомендовать, что как можно советовать родителю организовать свою деятельность. У нас, конечно, есть очень много интернет и прочих подсказок, где родители могут что-то найти творческое, сделать ребенком. Но чем отличаются те издания, те материалы, которые я вам предлагаю? Ну, во-первых, они сделаны в соответствии с возрастом, сделаны удобно, где все распланировано и показано, делай раз, делай два, делай три, сделаны в хорошем качестве. И, конечно, их могут использовать и педагог в рамках урока, но эти материалы может использовать и родитель дома, организуя вот ту совместную деятельность, уже не в рамках пророка, а в рамках взаимодействия с ребенком, оттачивая свое взаимодействие, используя самые разные материалы. Вот видите, здесь у нас поделки из разных материалов, изделия из бумаги. Вот здесь представьте, сколько удовольствия можно получить, создавая летающие модели. Даже не обязательно с мальчиком, а и с девчонками. И самые разные летающие модели. Где очень четко все данные сделаны, шаблоны, и все достаточно прописано, удобно. Вот почему я еще раз говорю, что в интернете можно и показано есть, и это очень здорово, когда мы пользуемся. Но здесь это сделано очень грамотно, методически, тоже может быть таким подспорьем для налаживания взаимодействия со своим ребенком, с родителем. Ну, как раз есть у нас еще время поговорить об интерактивных формах работы с родителями, то есть там, где нужно взаимодействие с родителями. Хочу вам, и я вам уже немножечко, видите, рассказала о приемах, которые используют известные мне педагоги, и прием с этим Петрушкой. А вот прием с картами, такие специальные карты, но на самом деле их не обязательно приобретать и покупать. Идея, ну, я взяла такой готовый материал, вот карты, где написаны слова, фразы, вернее, которые очень часто говорят взрослые дети. Ну, вот посмотри, я думаю, вы их, посмотрите, я думаю, вы их вспомните, особенно те, то, что говорят родители. Хорошо, что еще голову не потерял, хотя иногда от этой учителей можно услышать, но мы пока про родителей, да. Я только что убрала, обязательно ходить, не дай Бог подумать, что ты бездомный, ты в доме не одна живешь, что бы я ни делала, на тебя не угодишь, ты у меня 10 лет жизни отнял, еще, по-моему, есть, да, если не будешь есть, придет полицейский, то есть какие-то угрозы, если ты не идешь, то я ухожу, когда ты вырастешь, войны не будет, это кончится слезами, то есть фразы очень-очень типичные. И я вот не всегда использую прям готовые фразы, иногда я прошу людей вспомнить, а какие фразы вы говорили, ой, вы помните, не обязательно вам говорили в детстве, а вот вы из своего детства вспомните, какие фразы вам говорили, да, и потом такую создаю ситуацию, моделирую такую ситуацию, ситуацию очень важную из двух, с двух позиций, что ребенка обязательно должен кто-то защищать, этим кто-то должен быть его родитель. Вот делаю такое, такое упражнение провожу. Значит, какой-то родитель выбирается на роль ребенка, я говорю, вы не играйте ребенка, вы просто, вы в позиции ребенка, все, вот что вы испытываете, то вы и испытываете, а притворяться, что вы ребенок не надо, просто вы знаете, что вы у нас за ребенка. Сзади его становятся взрослые три человека, которым я говорю, вы взрослые и ваша задача защищать ребенка. Я не знаю, что будет происходить, но вы обязаны его защищать. А передним выбирают три человека, каждое, там, за пять минут мы обо всем договариваемся, впереди стоят три человека, которые выбирают фразу и нападают. Они только по одной фразе идут, они так идут наступательно, сначала один, например, говорит, ты что, голову потерял? Второй, сколько можно говорить? Там, третий, слезами все дело кончится. И вот так они идут и уже идут одновременно и наступают, наступают, но всего лишь с этими фразами, с простыми фразами из детства, да? И иногда те взрослые в защите, они, я же говорю, боже мой, нам самим стало страшно. Так мы же взрослые люди, а мы вот так вот окрушаем своего ребенка. И вот такая простая модель, либо поставить одного человека в круг, либо даже пусть все сидят и все говорят, кто-то стоит у ребенка и все ему будут говорить вот что-то из фраз своего детства, да? Сколько можно говорить? Ты что, черепаха? Вечно у тебя ничего не получается. Ну, в общем, этих фраз мы с вами можем наговорить огромное количество. И мы заставляем, и мы заставляем родителя почувствовать, что такое вообще ребенок. Мы-то как педагоги-профессионалы это понимаем, а родители-то не всегда, да? Почувствовать, то есть мало ребенку, родителю просто рассказывать. Вот такие вот интерактивные формы взаимодействия, конечно, они включают и заставляют только осознавать, как ребенок нуждается в защите. В защите, это наша обязанность родительская, защищать ребенка, ребенка, да? Вот, пожалуйста, можно также поговорить, поработать с картинками. Вот предоставим, ну, даже элементарно на проекторов, у всех, слава Богу, в школах сейчас этим нет, вот такие картинки, и говорим. Какие картинки связаны с вашими родительскими ценностями? Что здесь для вас? Про что для вас родительство? Да? Про что? И оно очень разное у всех, эти ценности. Потому что, да, мы с вами компонент, помните, ценности. И эти же вещи не обязательно родители вот эту теорию рассказывают. Структурный компонент, все зависит от ценностей. А действительно, говорит, что ваши ценности, давайте сейчас попробуем подумать, какие ваши ценности, какие они, да, про что это? Вы кого-то сажаете, растите, вы куда-то там, то здесь каждый свое увидит, но он ощутит эти ценности. Либо, смотрите, он, страхи, мои родительские страхи, вот это очень сильная вещь. Что он боится? Почему он так себя ведет? Что он боится? Вот. И это же очень сильно определяет его родительскую позицию. Ну вот, они тоже здесь очень разные, эти страхи. Да, страх быть для родителей, для своего ребенка, вот такой все время учителем, который чему-то учит, 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 да. Страх, что у меня мало времени. Ну, но может и по-другому эти часы восприниматься. Это, вот так типичные вещи, говорю. Но они действительно заставляют и понять родителя, что, ага, вот я почему так себя веду со своим ребенком, я отсюда исхожу из страхов своих, да. Вот. Очень интересная концепция родительских посланий. Опять то, что мы говорим. Вот, вот, простая фраза, которую также можно обсудить немного времени уделить на собрании родительском или на работе с родителями о тех посланиях. Вот послание. А вот Маша уже научилась кататься на велосипеде. Или, а вот Маша по математике хорошо учится, а вот у Маши одни пятерки по математике, да. Вот. Вот так. А на самом деле, что несет это послание? А это послание означает не будь собой, будь Машей. Вот Маша, она такая, и ты будь как Маша. Вот. Вот, да, или, смотрите, не умничай. А что значит не умничай? Не думай. Нечего здесь нет твоей мысли. Какой ты имеешь право, чтобы мне свои, представлять свои мысли? Да не думай. Не думай сам. Вот. И очень много таких вещей можно показать, да, опять на уровне вот этого осознания родительского. Вот. Поэтому вот этих интерактивных приемов включения родителя в... как родителя очень много существует. И главное, не бояться их использовать. Родители часто идут очень хорошо. То есть, я еще не знаю, педагога, никто мне не сказал, я пришла, вот стала вот это ваше делать, и родители мне сказали, что это все ерунда. Нет. Это все затрагивает глубинные подсознательные пласты. Вот любая картинка, она сразу работает туда, на глубину. И всегда родители отзываются. Всегда. И, конечно, бывает тот, кто меньше отзывается, но тех, кто больше, сильнее отзывается, больше, и они всегда ведут за собой. Потому что ведь здесь самое главное, мы говорим с ними об их ребенке, да, и мы говорим уважительно, мы его ребенка уважаем, а родители иногда не уважают своего ребенка, к сожалению. Так тоже бывает. Ну и что ж, у нас осталось совсем немножко времени, но мне все-таки хочется поговорить. Это очень важная вещь о преемственности в дошкольном и школьном образовании, потому что почему? Ну вот сейчас осень, конечно, самоизоляция, рекомендация ее нарушает различные наши возможности работы с дошкольниками, но тем не менее это существует, и мы все равно будем с ними работать. С ними, кстати, можно и онлайн тоже хорошо работать, немножко организовывать по-другому, но работать прекрасно с малышами, да, поэтому стоит вопрос все-таки, что и как организовывать. Вот, и самое главное, вот у нас с вами в ГОСы, простите, портреты выпускников, дошкольника и начальной школы. Дошкольник, любознательный, любознательный, это самое главное, потому что если ребенок придет к нам в школу любознательный и не будет уметь ни читать, ни писать, учитель всегда его научит, главное, чтобы он хотел, он имел, да, а если он придет уже выученный по программе второго класса, но не желающий учиться, то, конечно, с ним работать будет очень тяжело, поэтому очень важно, что во ГОСа, во ГОСа можно критиковать, но вот я выбираю все-таки те вещи, за которые их стоит уважать. И я уважаю ГОСа за то, что у них на первом месте портрета выпускника дошкольника качество любознательное. И тоже провожу такую вот очную игру, делятся по парам, опять же, вы, наверное, поняли, что это моя любимая история, потому что интерактив, я человек интерактива, и все время отключаю какой-то интерактив. И говорю, один из вас взрослый, другой ребенок. Ребенок закрывает глаза для того, чтобы осознать еще какую-то свою зависимость от взрослого. А задача взрослого открыть мир ребенку. Открыть мир, я говорю, ну я не знаю, вот все, что есть, но обычно мы там работаем в простом классе, в каком-то кабинете, вот как хотите, так и открывайте. Что я вижу? Это я, конечно, удивляюсь уровню методичности педагогов, просто удивляюсь, они начинают вот так вот прям все говорить, вот это вот, стенка, она из такого-то материала сделана, потому что он не пачкается, вот эта ручка, на попробуй, ну он же закрытыми глазами, они ему дают, водят и говорят, вот это стул, на нем сидят, вот это вот все, то есть, ну просто перлы, вот удивляешься, как можно простой вещи так говорить много, и в общем-то подробно, когда открывают глаза, я всегда спрашиваю, ну как, как вам было, что вы думаете, дети отвечают, ну те, кто в позиции детей, они, конечно, говорят, ну нам было сначала ничего, но потом скучно, вот, тогда я, тогда я, а когда я говорю о взрослом, а что было трудно, они говорят, трудно было понять, что важно, а что не важно, да, вот важно мне к стенку объяснять, что такое стенка, или что такое ручка, вот отобрать так много материала, какой важный, тогда я их просила на втором этапе всех закрыть глаза, и раздавала такие предметы, которые невозможно было с закрытыми глазами определить, что это, у меня такая коллекция, я ее собираю, у меня там даже есть сушеная шкурка банана, она абсолютно необыкновенная на ощупь, не поймешь, что это, не тряпочка, вот что-то такое непонятное, мягкая такая вся, вот, и я им, ну говорю, думайте, что это такое, но не разрешаю открывать глаза, никто не угадывает, потому что предметы у меня такие специальные, если мы ручку, мы угадаем, что это ручка, а я подбираю набор, никто, я говорю, ну как, что вам, они говорят, так хотелось открыть глаза и понять, что это, я говорю, так вот это и есть исследовательская позиция, это и есть любознательность, я говорю, понимаете, какая у ребенка с рождения любознательность, именно она заставляет этого малыша, малюсенького, младенца, поднимать голову, ему тяжело, она падает, он поднимает, потому что с каждым сантиметром диапазон его увеличивается, и он готов поднимать эту свободную голову, чтобы увидеть дальше, потом он встает на четвереньки, чтобы увидеть, что дальше, и я говорю, представляете, что надо сделать с ребенком, чтобы он нам в школу пришел с полностью отсутствующей любознательностью, что ему больше ничего не интересно, как-то, поэтому, конечно, если к нам любознательный ребенок, а в начальной школе он называется активно познающий мир, почему? А потому что мы его с вами вооружаем тем инструментарием, учим читать, писать, вот как бы всю эту базу даем, которая помогает его любознательность реализовывать действительно в познании мира, и поэтому, конечно, это суперовские портреты, это очень замечательные портреты выпускников, то есть мы, опять же, если к нам он пришел любознательный, развели ее в активно познающий мир, дав ему инструменты, поэтому, конечно, подготовки к школе это обязательно, это очень важно учитывать, чтобы не убить, ну, я хочу сказать, что не убить вот это вот живое исследовательское стремление учиться, которое есть у каждого ребенка, да, здесь я, конечно, хочу сказать, что проблема разрабатывается и нашими лучшими педагогами, вообще психологами и лучшими учеными, да, что такое готовность к обучению в школе, именно в школе учиться, готов учиться каждый ребенок, а вот в школе не каждый, ну, это вам всем понятно, классно-урочная система, сотрудничество, взаимодействие с учителем и, увы, выполнение домашних заданий, поэтому с вами говорим о готовности физической, педагогической, психологической. Физическое, ясно, это уровень физического развития, мы здесь тоже можем оказать воздействие правильно, проводя занятия, да, педагогическое, то, что нас очень беспокоит, это различные навыки, прямого и обратного счета, и здесь очень важно подобрать материалы, и, конечно, психологическая готовность, то есть достаточный уровень развития психики ребенка для усвоения школьной программы, все очень просто, да, вот этот уровень, и этим, как бы, мы все занимаемся, да, вот, ну, и так как время наше с вами уже подходит к завершению, я вам немножечко пролистаю, там, что выходит личность, интеллектуальная зрелость, как бы, все это социальная зрелость, эмоциональная зрелость, очень важно, и тоже завершу рекомендации тех хороших, прекрасных материалов, которые разработаны в издательстве, которые, я просто, вот, мои любимые материалы, потому что, вот, книжечка 500 вопросов в двух частях, это вот то, что должен действительно, материал, которым должен на уровне педагогической готовности овладеть ребенок, идущий в школу, то есть там все собрано, не надо ничего придумать, да, ну, это вот элементарные вопросы, которые показывают вот готовность педагогической, если готовить, то, конечно, это просто уникальный материал, который постоянно у нас переиздается, спросом огромным пользуется, я сама занимаюсь готовностью, подготовкой детей к школе, и для меня это просто, конечно, базовый материал, который определяет, вот, все, что там надо делать, да, точно так же, видите, у нас, несмотря на то, что букварь, звуки, буквы, прописи, но это именно, учтено, вот, это переходный этап дошкольника и к школьнику, да, чтобы мы, к сожалению, очень часто у нас разделяется, в саду одно, а в саду, а в школе совсем по-другому, вот здесь, как раз в этом материале, все продумано, сделано, да, ну, это я чуть-чуть вам раскрыв, раскрыв, вот, вот, ну, и, конечно, огромное количество у нас самых разных пособий, тестового характера для детей дошкольного возраста, где именно можно проверить готовность детей к обучению в школе, которые можно использовать на разных этапах, можно и родителям рекомендовать, можно по итогам организации, вот, готовности, вот, работы, да, с этими дошкольниками, использовать как итоговый материал, можно даже на, при приеме, при приеме в школу, но, конечно, там надо, ну, соблюдать все вот эти вот права по приеме, но это тоже их мы можем в разных форматах использовать. Ну, что ж, два часа мы с вами проработали, к сожалению, не успела попросить вас вопросы, вот, но осветили мы, зато все успели, все пункты осветили, ничего даже не пропустили. Я желаю вам получать удовольствие от воспитательной практики, потому что без нее невозможно работа педагогическая. Мы не можем отделить, тут мы учим, тут мы воспитываем, потому что и урок, главная форма обучения, все равно является главной, главной средой для воспитания. И еще раз идею моего сегодняшнего семинара очень простую, что все зависит от того, как мы говорим, как мы общаемся, и, конечно, как мы думаем, и как мы относимся к ребенку. Поэтому все это очень важно, и желаю вам получать от этой работы удовольствие. И тогда все наши дети будут вести себя прекрасно, будут очень воспитанными, это я тоже очень уверена. Спасибо за ваше участие, за то, что вы отзывались, очень быстро реагировали. Для меня это было очень важно. Это хоть как-то позволяло понимать и простраивать именно диалогическое общение. Спасибо огромное. Всем участникам спасибо большое. До свидания. Тоже напишу. Спасибо. Спасибо.